здравствуйте сегодня я хочу поговорить на очень непростую тему на тему траты в семье на тему психологической травмы как помочь если рядом с вами близкий переживает близкий страдает и близкому больно чем можно помочь человеку который потерял близкого или потерял значимую для него животного или да что то такое случилось действительно для него какая-то такая трагедия что ли произошла очень часто происходит что люди в подобных ситуациях не знают какие слова сказать избегают бояться этой темы потому что действительно в этот момент сложный человек закрывается как бы уходит внутрь себя и ты боишься лишний раз его тронуть и лишний раз его беспокоить и сказать какое-то слово которое может быть ранит его еще больше или который вы отвлечет от каких-то мыслей и самое важное что мне хотелось бы чтобы вы сегодня поняли что каждый человек в стрессовой ситуации в ситуации проживания горе ведет себя по-разному кто-то замирает и остается наедине со своими чувствами никого туда не пускает кто-то начинает активно что-то делать и брать ответственность на себя за решение каких-то до похоронных дел и организации поминок и происходит так что человека есть некая потребность как прожить эту мысль это известие тяжелое и организм самому подсказывает что надо делать а люди не дают и тормозят его и происходит примерно следующее что если человек например становится очень активным да и берет на себя какую-то прям такую активную деятельность то близкие желая ему конечно же добра говорит ты полежи лучше да мы сами сделаем ты не переживай мы сами все организуем для этого человека как раз вопрос выживания это вопрос активности он живет и и проживает и справляется со своей боли именно потому что у него есть ощущение что что-то делает очень важно или наоборот человеку сложно переживать сложно проживать это событие эту новость и он закрывается внутри себя он хочет побыть внутри себя и он хочет одиночество он ищет одиночество а другие люди наоборот приходят к нему говорят но что-то здесь лежишь давай пойдем вместе вот сходим погуляем или сходим магазин да и начинает ему навязываться и начинает его навязывать свое общение тогда как для человека в этой ситуации естественно побыть одному для того чтобы справиться с этой болью чтобы принять это известия эту мысль поэтому наверное самая главная рекомендация будет для тем кто находится для тех кто находится рядом с человеком страдающим горюющим это не мешать ему вот относиться очень бережно к тому в каком состоянии он находится не бить тревогу раньше времени не бежать сразу психиатру да и может быть психологу если прям совсем проходит время и человек увидите сам учиться но опять-таки это можно сделать только очень очень осторожно предложив нужна ли тебе помощь то требуется если человек говорит что не требуется значит он готов сам справиться с этим сил и как правило у человека достаточной силы чтобы пережить любое травмирующие до действия любую утрату да просто все по-разному переживают и разное время у всех уходит и главная задача близких это позволить горюющему быть собой быть рядом если что-то понадобится чтобы он знал что рядом есть близкие люди которые если ему нужна будет помощь а поговорить что-то принести что-то сделать они всегда рядом да стоит об этом сказать то есть вот ощущение присутствия что вы здесь вы его не оставили это очень конечно важно но при этом это присутствие не навязчиво да не не шумно если он хочет тишины а если наоборот хочет активности поддерживать поддерживать если он хочет сам на себя что-то взять я ему так надо и наверное очень важно сказать что у нас как-то обществе принято обесценивать чувства ну ты не переживай все образуется это пройдет на держись это так очень часто говорят людям что на самом деле нужно говорить человеку что важно слышать человеку человеку важно слышать что он имеет право испытывать и те чувства которые он испытывает он имеет право плакать он имеет право делать то в чем у него есть потребность даже что просит его сердце и слова которыми вы можете его поддержать или слова которые можете сказать при встрече человеку который переживает утрату да и вы не знали об этом это пожалуй слова что я искренне сожалею я искренне сожалею тебе сейчас очень непросто тебе сейчас трудно не надо говорить что я понимаю твою боль я понимаю как тебе потому что мы не можем понимать как человек переживает эту боль но во первых мы не переживали подобное а если у нас было что-то подобное то это было подобное но не такой же и если мы переживали этому переживали по-другому для нас это было совсем иначе поэтому лучше такие слова как я тебе прекрасно понимала не произносить а сказать что тебе действительно сейчас тяжело могу ли я что-то сделать для тебя могу ли я чем-то тебе будет полезным чем-то помочь но может быть сказать я чечу не я чувствую как тебе сейчас не просто как тебе сейчас больно вот эта тема достаточно болезненная поэтому сегодня мне хотелось сказать именно вот о первом таком моменте до когда действительно все растеряны, и все не знают, что делать, как реагировать и как не сделать еще больнее страдающему человеку. Спасибо за внимание.